Добрый вечер, уважаемые товарищи! Прошу рассаживаться, разговоры откладываем, с нас раздеваемся, устраиваемся поудобнее, как очередное занятие университета современного производства. Все, пожалуйста, потом побеседуйте. Сегодня у нас гость, электор, Федотов Константин Васильевич. Все вы хорошо знаете, как крупного организатора борьбы докеров за заключение коллективных договоров, за пастовочные борьбы, имеющего огромный опыт в организации такой работы, поэтому тема будет посвящена этому. Я думаю, тогда представитесь и озвучите. Пожалуйста, значит, у нас в пределах часа, ну, как про 50 минут, потом вопросы, обсуждения. Мы не будем, наверное, там эти, обязательно занимать все время, какое нам... Я думаю, вы представите. Они правильно произнести таврис, не надо. Я представил, я представил. Так, ну, для тех, кто, да, для тех, с которыми достаточно незнакомых, Федотов Константин Васильевич, первый заместитель председателя правкома Российского профсоюза докеров, ЗАО «Первый контейнерный терминал». Значит, тема у нас – значение коллективного договора, как я понимаю, правильно? Значит, ну, если вы не возражаете, я... Не возражайте, я... Не возражайте. Нет, возражайте. Так, ну, поскольку мы вот в этой самой, в аудитории технической, можно сказать, нашинской, да, я смотрел там разные выражения, что, как, как бы это охарактеризовать, в том числе, какое-то вот в целом там отношение к коллективному договору, и вспомнил, что у Ленина есть такое очень интересное выражение. Значит, писано оно им уже в советское время было, очень известной и значительной работе, которая называется «Великий почин». Он там написал, что формулы настоящего коммунизма отличаются от пышного, ухищренного, торжественного фразерства каусских, меньшевиков, эсеров, с их милыми братцами из Берна, именно тем, что они сводят все к условиям труда. Вот когда мы говорим про коллективный договор, то надо иметь в виду, что это такой нормативно-правовой акт, такой документ, который предназначен именно для регулирования условий труда во всем их возможном, насколько это на практике. Мы сегодня говорим про коллективный договор, не теоретизируя неких высот и так далее, а сугубо из практики. Тем более, что практика докеров-механизаторов и немногие профсоюзы, такие как российский профсоюз докеров, имеют такой опыт работы с заключением коллективных договоров и такую проработку их содержания. В первую очередь, возвращаясь к этому, я вот говорю, что мы сейчас рассматриваем, не с точки зрения теории, но коллективные договора наши в процессе их становления, они теоретическую проработку проходили, в том числе и в первую очередь с помощью партии, с помощью фонда рабочей академии. Это имеет немаловажное значение для них. Так вот, некоторую характеристику я сначала дам, но вот расскажу кратенько о том держательной части коррективного договора, что есть в ней, да, и, значит, я предлагаю остановиться на трех моментах и их немножко чуть-чуть пошире пообсуждать, так, чтобы не только я, значит, там говорил, но мне интересно будет о мнении по этому поводу здесь присутствующих, ну, исходя из любого уровня, значит, познания этой темы. Значит, ну, мы помним, что в советское время коллективный договор мог наполняться самыми разнообразными вещами. Я не могу себе объяснить, почему зачастую это не всегда делалось, потому что после того, как трудовое законодательство было видоизменено, оно было видоизменено в очень плохом направлении, да, мы участвовали в борьбе за то, чтобы тот трудовой кодекс, который действует у нас сейчас, он был все-таки более в интересах работников. Кое-что нам в этом вопросе удалось, и в частности, те позиции, которые относятся к коллективному договору, безусловно, вот на эти позиции мы влияние свое в значительной степени оказали, и статьи с 40 по 44, то есть пять статей Трудового кодекса достаточно подробно описывают, что такое с юридической точки зрения коррективный договор, значит, кто его заключает, как его с юридической точки зрения заключают, ну и какие последствия затем при возникновении разногласий по заключению коррективного договора. Я с собой взял, да, значит, есть еще существенное, вот я абсолютно уверен, судя по формулировке самой, да, статья 8 в Трудовом кодексе, которая предписывает, что локальные правовые акты, которые издает работодатель, а что это такое, это приказы, распоряжения, ну и другие всякие разные. Подзаконные. Они не подзаконные, это просто вот локальный акт, это указывающий акт, короче говоря. Они не могут ухудшать положение работников по сравнению с тем, которое есть там в законах, т.д. и в коллективном договоре. И это предопределяет, что если работники сумеют добиться того, чтобы в коллективном договоре было в этом направлении определенная запись, определенное обязательство работодателя, то это и будет определять на достигнутом уровне взаимоотношения между работниками и работодателем. То есть, в принципе, правовая возможность для того, чтобы в коллективный договор вносились определенные позиции, она имеется. Дело только за, мы, наверное, и завершим потом, когда чуть-чуть поговорим на эту тему, и дело за действиями работников. Значит, вот у меня есть с собой практического примера, действительно действующий, ныне действующий, значит, действует он до февраля 2011 года, коллективный договор, который заключен в закрытом акционерном обществе первый контейнерный терминал. Как я говорил, уже его содержание было достаточно продуманным. Да, Михаил Васильевич участвовал очень активно в проработке этого коллективного договора, непосредственно при его заключении и потом при его дополнении, поэтому он знает на практике, что это такое. А вот у нас слева сидит консультант, который, рецензент, который писал заключение по этому поводу, в котором также было указано, что это лучший в России и коллективный договор. Ну, мы знаем, что у АВИ-диспетчеров очень неплохие, очень мощные коллективные договоры. В других местах есть тоже повторяющиеся блоки некоторые, но в целом, если собрать всю оставляющую коллективного договора, то это действительно самое лучшее, поэтому тот, кто не знаком с ним, есть такая возможность познакомиться. Вот этот экземпляр я могу оставить, у этих товарищей, кто здесь организаторы. Нам он нужен сейчас вот непосредственно, прямо для чего посмотреть, его содержание. Разделы самого коллективного договора, они характеризуют направление. Значит, обязательства работодателя нас интересуют прежде всего. Значит, по организации производства. Здесь достаточно большой блок о том, как производство должно быть в целом первых контейнерных терминалов организовано. В том числе, там, ну, так, для чисто, там, иллюстрации, да? Открываем и читаем первую попавшуюся на глаза. Способствовать участию работников управления организацией. Обеспечивать участие в заседаниях Совета директоров организации с правом совещательного голоса представителя работников согласно регламенту Совета директоров. Не очень сильный пункт, да? Но, тем не менее, значит, с точки зрения того, чтобы вот в этом направлении, там, указания некоторые были, оно присутствует. Значит, вторая часть обязательства работодателя по обеспечению занятости. В ней чётко прописано, как быть в тех случаях, когда вот работа, там, какой-то причине... А по какой причине от работников, это никогда не зависит, да? Почему не от работа? Это зависит всегда от работодателя. Значит, что делать в этой ситуации? Значит, третья часть обязательства работодателя по охране труда и здоровья. Это самая крупная часть. Не случайно вначале вот я сказал, что основное внимание – это на условия труда. И первейшие условия труда – это, конечно, охрана труда и здоровья. Потому что если работник будет работать в значительно нездоровых условиях труда, то даже если заработная оплата будет очень большая, мы знаем, что это закончится печально. У нас есть живой пример здесь присутствует. Он уже не работник. Нет. Совсем печально? Не совсем печально. А, грустно. Не грустно, да. У нас достаточно много докеров-механизаторов оформляют профессиональные заболевания. Это не случайно, потому что работа очень тяжелая, тяжелая. Даже при сейчас вот значительном увеличении работы с техникой все равно проблема для докеров-механизаторов достаточно большая. Значит, обязательства работодателя по рабочему времени. И также регламентируется, что работодатель вправе делать, что не вправе. И если он договаривается с работниками о чем-то, то за этим следует. Например, привожу вот такой пример. И это встречается не только у нас, но мы, например, видели это и в зарубежных портах. Вот обработка на контейнерном терминале, она очень сильно зависит от ритма работы. И работодатель заинтересован в том, чтобы непосредственная выгрузка контейнеров с плаходов она не прекращалась. Поэтому, когда у работников обеденный перерыв, то работодатель предлагает, ну, по закону как, он должен быть через определенное время, да, обеденный перерыв. И в этот обеденный перерыв работодатель не имеет права работнику что-либо поручать. Поскольку у нас работодатель заинтересован в том, чтобы не было перерыва самого по технологии, то работники договариваются с работодателем, что вот часть бригады работает, обедает в это время, а часть в другое, смещенное время. Ну, что за этим следует? Работодатель обязан выплатить определенные компенсации. Значит, я... Вот у нас плохо получается пока с тем, чтобы компенсации представлять в виде дополнительного свободного времени, в виде дополнительных выходных, в виде дополнений к отпуску, да. На Западе мы знаем, что они вот идут очень правильно в этом направлении, они увеличивают продолжительность отпуска, оплачиваемого отпуска. По имени. Значит, пятое. Обязанности работодателя по оплате труда. Мы частично на эту тему тоже за что переговорим. Шестое. Социальные гарантии. Ну, тут речь идет вот как раз о подвалидности, о там, о кормящих матерях, о работниках, которые воспитывают многодетных, в многодетных семьях, ну и далее, и далее, и далее. И седьмой по обязательствам работодателя гарантии и профсоюзной деятельности. Понял. Значит, вот как бы, ну там, блоки направлений. Теперь у меня вот такой вопрос. Конечно, желательно для тех, кто особенно знаком с практикой включения и применения коллективного договора. Ну, вот, кто считает, вот что, всегда можно выделить какую-то главную, это главный аспект коллективного договора. Какой вот можно было бы назвать главным аспектом в целом для коллективного договора? Кто бы что был. Основная борьба за заработку. Так. Гарантия с профсоюзным работником. Борьба за заработную плату. Гарантия профсоюзным работникам. Гарантия профсоюзным работникам. Гарантия профсоюзным работникам. Еще какие мысли есть. Да, Михаил Васильевич. Слышали все, да? Значит, вот. Надо гарантировать коллективный договор. Занятость. Занятость? Занятость. Я правильно понимаю? Занятость. Чтобы работников не увольняли. Занятость. Занятость. Сохранение. Сохранение рабочих мест. Ну, правильно мы понимаем, что вы имеете в виду сохранение рабочих мест. Защита от безработицы. Замена основных фондов своевременная. То есть, амортизационное отчисление. Замена основных фондов. Такое может быть в коллективном договоре, безусловно. Да, и, значит, для ЗАО ПКТ это не актуально, потому что, в отличие от, надо признать, да, в отличие от множества работодателей в России, вот, работодатель ЗАО ПКТ этим делом занимается. Почему это не актуально? Это были бы пункты, с удовольствием бы принимались. Ах так. А вы знаете, воевать все время с работодателем? Понятно. Ну, я, это самое. Рекомендации приняты. Спасибо. Ну, это заслуга профсоюзной организации сильной, что обновление других способов, ищущим себе. Можно же другими способами повысить свое личное состояние. Там нельзя. Так, ну, мы не... В плане солидарности с другими работниками, чтобы работа была отечественным, а не зарубежным производителем, закупать основные фонды отечественного производства, а не зарубежного. Таким образом бороться с комбрадорами. Для нас это крайне тяжело. Да? Да. Отечественное производство взрослой, особенно не запущено. Пусть запущено, говорит, остановлено. С огромным сожалению, надо признать, что, по крайней мере, за ОПКТ используется практически вся техника, которая используется за ОПКТ, нигде в России не производится. И это очень плохо. Потому что раньше, в советское время, определенные погрузчики, да, и очень даже неплохие, они производились, а? ЭП-шки? Да даже ЭП-шки. ЭП-шки были неплохие погрузчики. Почему? И ЭП-шки на батареях наши, отечественные, были лучше, чем западные. Чем баканкары. Уж баканкары точно лучше. ЭП-шка лучше. Чем-то ЭП-шка, ну, я, наверное, ну, хорошо. Значит, все равно, давайте подвинемся дальше. Мы... Это сугубо с официальный разговор. Не спорьте с теми, кто не работал докером. Мы сейчас вопросы задавали не для того, чтобы там возникли споры и так далее и тому подобное. Очень интересно было все это послушать. Значит... В сталинские времена какая техника работала? Давайте дальше. В сталинские времена техника в основном отечественная работала. Советская власть. Значит, когда я задавал вопрос, кто что считает, да, тут, наверное, речь идет не об истине, там, самый-самый-самый крайний, да, а, значит, о практике, да. Значит, вот мой ответ персонально полностью совпадает с тем ответом, который, значит, произнес Михаил Васильевич. Согласование с профсоюзом, актов работодателя и так далее и тому подобное. Значит, в той же самой упомянутой уже статье 8-й говорится, что если коррективным договором это предусмотрено, то это может быть. Фактически это, ну вот настолько, насколько это возможно в капиталистическом производстве, это форма рабочего контроля за работодателя. И чем более точно это будет записано, чем более, значит, обширно будет это применяться, тем лучше для работников. В частности, вот, например, Трудовой кодекс по ряду позиций предусматривает, что работодатель должен принимать определенные акты как минимум с учетом мнения представительного органа работников. Это очень слабая позиция и есть некоторые моменты, которые вообще не предусмотрены. Какое-либо участие профсоюза и представительного органа работников рассмотрение. Например, работодатель вправе сам, без всякого обращения в суды и так далее и тому подобное, значит, взыскать с работника, согласно Трудовому кодексу, месячный заработок, возмещение ущерба, который работник якобы нанес предприятию. И у нас пока вот, значит, работа в этом направлении, чтобы ввести это дело к согласованию ведется, но она не доведена до конца. То есть в нашем коллективном договоре вот этой записи пока нет. Есть отчасти запись такая в таком направлении, что ту работу, которая может быть отнесена к категории нормального производственного хозяйственного риска, значит, вот за нее материальные наказания не применять. Значит, но это все равно надо доказывать, отнесена она, не отнесена к категории нормального производственного хозяйственного риска. Часто бывает, даже в нашей системе, где мы достаточно плотно пытаемся объяснять работникам, разъяснять, показывать примеры. И тем не менее, свежайший совершенно пример, залпок это, значит, работник ехал, старался, превысил скорость, на развороте, значит, краем телеги задевает контейнер стоящий в штабеле, дебается стойка, да, значит, контейнер поврежден. Он, будучи очень добросовестным работником, останавливается, сообщает о том, что вот поврежден контейнер, пишет объяснительную, и в этой объяснительной пишет, что он виноват заранее. Тем не менее, мы, значит, настаиваем на том, что при рассмотрении дел, уже собранных материалов ведомственного расследования, профсоюз принимает в этом участие. Мы пришли, стали разбираться с этим вопросом, почему возник такое, значит, работника стали вызывать, чтобы согласовать с ним, вот этот пункт у нас есть. То есть, для того, чтобы, значит, работодатель имел возможность искать с него, он, как минимум, должен провести такую операцию, что он должен запросить работника, не хочет ли тот сам возместить в какой-то там части ущерб. И мы этим пользуемся в том числе тогда, когда вот юридически очень трудно доказать, что работник ущерб не нанес, да, но поскольку работодатель должен согласовать, мы рекомендуем работника. Ну, напиши 15% своей заработной платы. И работодатель, ну, по крайней мере, у нас высчитывает уже не средний заработок, да, а ту сумму, на которую согласился работник. Почему? Потому что в противном случае работодатель должен идти в суд. Тут конфликт же возник. Так вот, значит, при рассмотрении вот этого свежего дела, идем мы смотреть, рассматриваем материалы, значит, вот куча целых материалов, там, с фотографиями, как контейнер поврежден, как там, значит, схема, как он разворачивался, как он не вписался в этот поворот. Вот, очень здорово. И два документа, которые говорят о том, о какой, собственно, материальный ущерб принес, значит, предприятие. Значит, если внимательно посмотреть, а мы, естественно, внимательно посмотрели на эти документы, то никакой связи между вот этим вот происшествием и этими документами не обнаруживается. То есть, удивительно при всем при том, да, они просто взяли какие-то два документа, которые говорят о том, что вот они, значит, отремонтировали контейнер, не номер, не, значит, там, по датам там не совпадает. Собственно говоря, то есть, если профсоюз не контролировал бы эти вещи, да, то даже при относительно такой настрое работодателя на согласование с работниками, все равно идут вот эти попытки подставы. Почему мы стали это проверять? Потому что нам ребята рассказали, что этот контейнер был без всякого ремонта погружен на пароход. Нет, ну там это не нарушение, просто можно согласовывать с этим самым грузовладельцем, что какой груз находится в контейнере и насколько он поврежден, да, можно ли его выгрузить, погрузить и выгрузить. Его можно погрузить и выгрузить. И от того, что произошла вот эта вот, значит, некоторая там деформация поверхности, да, ну или там его, они даже гарантийное письмо написали. Так мало того, мы выясняем. Чего же они так это вот очень свободно написали, это гарантийное письмо, что там, если на Западе, представляем себе, что на Западе цены гораздо больше, чем у нас. Почему они написали это гарантийное письмо, что они заплатят ту сумму, которую те пришлют за ремонт этого контейнера? Наверное, этот контейнер застрахован, то есть никакую сумму по КТ ничего присылать не будет. А с работника пытаются все-таки вот выщить. Значит, поэтому, значит, возвращаясь, это только маленькая такая вот, чисто иллюстративная часть, да, вопроса по согласованию. Те профсоюзы, которые проведут работу с тем, чтобы в коррективном договоре предусматривался вопрос о согласовании, они значительно поднимут уровень защищенности работы. Вот через весь коллективный договор, если его внимательно, кто его внимательно посмотрит, там очень часто написано, что по согласию с правкомом или с правкомами. Дело в том, что у нас на ПКТ работает единый представительный орган, у нас действует и российский профсоюз докеров, и профсоюз работников водного транспорта, ПНПР. И, значит, уже в течение многих лет это сотрудничество очень благоприятное и, значит, полезное, то есть работать в этом направлении можно. В частности, раньше, до выхода вот этого нового трудового кодекса, по закону, профсоюз мог представлять работников определенной категории, профессии, и мог от их имени заключать коллективный договор. Вне зависимости от численности, по новому трудовому кодексу получается так, что представительным органам признается такой работодатель, должен признаваться такой орган, который, значит, охватывает как бы больше половины работников предприятия. Либо, есть там такой вариант, если создан единый представительный орган, каждый из органов представляет меньше половины, но вот создан единый представительный орган, и тогда не важно, сколько они в целом представляют работников, да? Но они вправе заключать коррективный договор. Поэтому в этом смысле довольно целесообразно вести работу там, где созданы, допустим, профсоюзы защиты, да? Значит, и там, где есть более-менее дееспособная организация НПР, там вполне можно попытаться, значит, формировать этот единый представительный орган для того, чтобы работодатель там не использовал вот этот момент, ведь они проводят постоянную работу, попытки такие по выуживанию работников из профсоюза. Значит, второй момент важный в коллективном договоре, о котором имеет значение, имеет смысл большой очень поговорить, и он звучал здесь первым. Борьба за заработную плату, да? Значит, вот мы с самого начала, естественно, если вспомнить самые первые требования, которые были предъявлены в порту, тогда еще начальнику порта, да, среди требований было и требование о повышении заработной платы. Там были и другие требования, но было и такое требование. И определенный опыт в повышении заработной платы мы имеем. Значит, наибольшей проблемой сейчас, как известно, является инфляция, которая отъедает заработную плату постоянно, неизбежно. И мы, был такой период времени, когда мы, значит, требуем, значит, вот инфляция идет, да, мы требуем повысить, потом, значит, неизвестно, какая инфляция там съест, даже если мы достигаем этого. Но, кроме всего прочего, мы убедились, что когда мы ведем переговоры с работодателем, какие бы требования не выставлялись, сама логика переговоров, что ли, трудно это объяснить, но работодатель всегда, как бы, говорит, давайте вот мы торговаться, да? Если вы предложили 30%, то мы готовы 15%. Поэтому, когда идет речь о инфляции, да, то так называемая индексация, когда ставится вопрос по индексации, да, значит, давайте мы с вами согласуем, сколько вот от этой индексации, значит, вам компенсируют. А сколько мы вам проиндексируем? Не на 100%, а на сколько-то? Пополам. И таким образом, если вот следовать за этой логикой, за этим вот моментом, да, совершенно практическим, абсолютно реальным, значит, на который наталкиваются все профсоюзные организации практически, то, насколько бы мы не достигли вот этой договоренности с работодателем, но все равно получается, что если меньше 100%, да, процентов, то мы все равно отстаем. И каждый раз отстаем, отстаем, отстаем от инфляции. И каждый раз инфляция, значит, убирает у нас заработную плату. Значит, в Трудовом кодексе есть 134-я статья, которая говорит о том, что обязатель обязан обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы. Значит, вот если ставить вопрос так, тогда получается, что для того, чтобы обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы, работодатель должен первое, что сделать, это полностью проиндексировать заработную плату, полностью. Если он ее не проиндексирует, то никакого повышения уровня реального содержания заработной платы не произойдет. Мы пока не говорим об этом самом вот уровне, да. Даже если мы абсолютно такой вялый профсоюз, да, и говорим, что мы у вас, милый работодатель, просим только того, чтобы вы нам повышали уровень реального содержания заработной платы в год на одну копейку. Вот некоторые очень настырные работники требуют на две, а мы как профсоюз, мы идем с вами на компромисс на одну. На переговорах будет компромисс однако. Но. И в результате, вот в результате таких переговоров, даже вот в результате таких переговоров, мы получали бы повышение, значит, по крайней мере не отставание от инфляции, если правильно ставить вопрос. Значит, еще более правильно поставить вопрос, еще более правильно поставить вопрос, А, собственно говоря, на какую величину он должен, до какой величины он должен повышать? И вот здесь, опять-таки, с помощью наших уважаемых донок, был в консультантов, был проработан вопрос о том, что приближать этот уровень заработной платы к стоимости рабочей силы. Как работники рассчитывают стоимость рабочей силы, это тоже вопрос, конечно. Но, тем не менее, это можно сделать. У нас это было сделано. Наши докеры-механизаторы, и в последующем в этом участвовала и рабочая механизация, представители рабочей механизации, привели определенный расчет. Сейчас, уже в течение больше 10 месяцев, у нас ведутся переговоры о том, чтобы приближать уровень реального содержания заработной платы к стоимости рабочей силы. Переговоры ведутся такие, пока, как бы тот график, который составлен, он составлен с учетом последней программы, до кризиса еще принятой правительством, в том, чтобы к 2020 году поднять уровень, а нам к 2020 году, чтобы выйти на нормальный уровень заработной платы, с тем, чтобы составить график. Работодатель пока извивается, уклоняется и так далее, и тому подобное. Тем не менее, на этом пути есть определенные успехи. И, значит, я принес, там можно оставить это тем, кто будет интересоваться этим делом. Вот есть приказ по повышению заработной платы в условиях-то кризиса на 7% с октября. И, значит, есть договоренность, мы об этом знаем, о том, что будет повышена тарифная ставка оклада всем работникам предприятия еще на 10% с 1 января. Таким образом, мы впервые, наверное, за нашу практику, мы не чуточку перешагиваем инфляцию, а вот уже немножко, ну, инфляцию какую? Являемую официально. То есть пока нам говорят о том, что по Питеру будет 11% инфляция за этот год. Таким образом, если наша общая составляющая за этот год, повышение заработной платы, 17%, то таким образом мы немножечко, немножечко ее превышаем. И тем не менее, и тем самым приближаемся очень медленно, очень так робко пока приближаемся к стоимости рабочей силы. По этому поводу, кстати, было в свое время принято решение российским комитетом рабочих. Там те, кто могут смотреть, очень советую бы это дело вспомнить, потому что вот даже по Порту, да, опыт наш по Порту говорит о том, что те предприятия, которые не следуют вот этому примеру, они попадают все время в ловушку, о которой я сказал. То есть очень часто выставляют, пытаются выставить там требование поднять минимальную зарплату, да, потом идет торг, и от их первоначального требования поднятия минимальной заработной платы на 15% продается в лучшем случае половина, а то еще меньше, и все время вот скатываются. А когда последний раз мы проводили совещание по поводу вот следования вот этому принципу, разработанному и проверенному на практике о приближении уровня реального содержания заработной платы к стоимости рабочей силы, к чему-то вот такие аргументы идут, что это сложно, что это надо рассчитывать, да, гораздо более просто бабахнуть, давайте повысим на 15% и добиваться этого, и, в общем, какая-то нелепость в этом деле. Значит, тут я хотел бы свое, наверное, вот личное мнение по этому поводу высказать. Значит, профсоюзы, которые не обеспечены поддержкой партии, они вот неизбежно будут скатываться на подобного рода позиции. Потому что для того, чтобы выдержать вот этот уровень, это определенный моральный уровень, это определенный научный уровень, это надо, значит, достаточно большую работу проводить. Работа, по видимости, значит, кажется вот профсоюзным боссом не столь эффектный, как вот это вот требование, вот на 30 там, или там на какие-то там рубли определенные и так далее и тому подобное. Значит, а для работников, конечно, если бы мы проводили вот, и особенно, горько-то, сознавать, что вот лупят сейчас по нашим коллегам-авиадиспетчерам, да, причины-то почему по ним лупят? Они-то как раз по направлению вот этому, о приближении уровня заработной платы к стоимости рабочей силы, они шагнули достаточно далеко вперед. Их заработные платы очень даже неплохи, по сравнению с нашими. Достигли стоимость. А? Достигли стоимость. То есть они достигли стоимости рабочей силы. Они единственные, наверное, в России это сделали. И естественно, значит, поскольку они одни, поскольку, значит, такого массовой-то поддержки, собственно говоря, нет, да, они лупят как только могут. А наше законодательство, если к нему вернуться и напомнить, чем оно отличается очень сильно от западного в том числе, потому что во всех европейских странах есть в той или иной мере ограниченная или более широкая возможность проведения забастовок солидарности. Российское законодательство это не предусматривает. И не только не предусматривает, то есть такого запрета непосредственного там нигде не найти. Но если посмотреть процедуру... Разрешения нет. Да. Если посмотреть процедуру проведения коллективного трудового спора с возможностью, значит, затем проведения забастовки, там прописано ведь как? Если при нарушении процедур, требований, норм, правил, значит, забастовка может быть признана незаконной. А нормы, правила и требования такие, что под них, ну никак нельзя, в них никак нельзя предусмотреть возможность проведения забастовки солидарности. Но требуется, чтобы работодатель помог нашему тому профсоюзу. Если мы заставим этого работодателя так сделать. Работа над коллективным договором, значит, вот он заключается, и здесь написано, что он заключен на три года, да? И по закону, тому же Трудовому кодексу предусматривается, что коллективный договор заключается на период до трех лет. Можно на год, можно на полгода, до трех лет. Но это совсем не значит, что работа по коллективному договору ведется раз в три года. Работа над, собственно говоря, коллективным договором ведется постоянно. В чем это проявляется? Значит, все время на практике возникают какие-то проблемы. Чаще всего, вот наиболее такие распространенные, это проблемы, связанные как раз с условиями труда, о чем мы в самом начале говорили. И профсоюзу целесообразно взглянуть на эту практическую проблему с точки зрения, с ракурса коллективного договора. А как было бы сделать запись в коллективный договор, чтобы эта проблема не возникала, а решалась как бы автоматически? Значит, о том, что это не голословно, значит, вот я могу привести пример. Вот коллективный договор, который, текст коллективного договора, который опубликован в 2007 году, в нем есть приложение номер 8, которое называется «Соглашение по охране труда между работодателем и работниками». В нем, вот в этой публикации, 25 позиций. Легко посмотреть. Значит, это приложение, оно перезаключается каждый год. Так предусмотрено законодательство. Значит, на 2010 год у нас оно уже перезаключено. То есть проведена работа, проведены переговоры с работодателем. В конце концов, значит, соглашение уже на 2010 год подписано. Вот оно. И когда мы будем публиковать очередной коллективный договор, очередной выпуск коллективного договора, скорее всего, это планируется в феврале месяца, потому что пройдет январское повышение, закрепление, и надо будет туда включать новую тарифную сетку, в том числе. В том числе мы будем включать вот это. Так вот, если посмотреть, я уже сказал, здесь 25 позиций. Открываем последнюю страничку. А здесь 36 позиций. То есть это вот, ну, о том, о чем я говорю. Ну, это только по одному направлению, да? И одно направление еще я говорил о том, что мы прорабатываем, пытаемся, что нам делать с вот этими так называемыми материальными наказаниями и так далее и тому подобное. Значит, теперь еще один вопрос, который мало изучен массой там профсоюзных работников, но которому была посвящена, значит, целая резолюция Российского комитета рабочих, которая именуется ведение рабочими профсоюзами коллективно-договорной кампании, принята эта резолюция 15 апреля 2007 года. Вы такое не читали? Мы такое писали. Ответ понятен. Значит, о чем идет речь? Вот, казалось бы, идут переговоры по коллективному договору, как их вести, как написать бумаги и так далее и тому подобное. Как угодно там бумаги по-разному пишутся, да? Но почему-то мало кто из профсоюзов догадывается оформить таблично сопоставление того коллективного договора, который есть, того коллективного договора, который предлагается проектом. Мы очень хорошо понимаем, что тот проект, который будет предложен профсоюзам, маловероятно, чтобы все, что там в нем есть, вошло в новый коллективный договор, но тогда мы, значит, если мы правильно составим вот этот вот твой перечень, по которому мы будем вести коллективные переговоры в три столбца, значит, в левом столбце текст действующего коллективного договора, в правом столбце текст проекта коллективного договора, а в среднем столбце тот текст, который мы согласовали с работой дальше. Вот вроде бы незаметно, но на самом деле ведь объем-то вот он, довольно большой, забывает, что-то забывается. Очень часто, я это наблюдал, особенно с ФНПРовскими профсоюзами, там как бы вбрасывается новый проект, работают прямо по проекту, и неизвестно там, работникам даже трудно отследить, а что там нового-то в этом, в самом-то проекте, да? Значит, а вот такая запись, она позволяет, она позволяет работникам четко посмотреть, вот было, вот мы хотели, и вот получилось. Нет ли здесь отступления левее левого, да? И что мы достигли вот в движении вперед? Так? Нет, еще пять минут. Поехали, пожалуйста. Поехали, еще, еще, время заканчивается. Пять минут. Это мы можем закончить, когда... Товарищ, хотел сказать, что время еще не закончилось. А, я понял. Когда мы только захотим, тогда мы и закончим. Никаких проблем в этом отношении у нас нет. То есть, я не знаю, насколько я там вот успел это там доходчиво или не доходчиво сказать, но я бы очень рекомендовал бы вновь и вновь, обратите внимание, и может быть, стоит напомнить по этому поводу, да? Сейчас предстоят новые, значит, периоды перезаключения коллективного договора, а эта вещь вот не усвоена еще и не понята, и у нас еще даже многими не понята и не усвоена. Ну, я имею в виду в портовую организацию. На ПКТ мы будем придерживаться обязательно этого правила, непременно. Мы убедились в том, что это очень полезная вещь и убедились вплоть до анекдота, когда, значит, работодатели уже становятся лодерями и они просят у нас, значит, давайте мы вот сопоставим, давайте мы посмотрим ваше и смотрите ради Бога. Мы будем работать по нашему вот этому плану, ну и хорошо. Ну и, значит, вперед. Значит, последний аспект, о котором надо было бы сказать в обязательном порядке, да, имея в виду значение коллективного договора, у меня вот здесь есть табличка такая, которая в свое время была несколько лет назад составлена о том, значит, как там этапы заключения коллективного договора и, значит, определенные периоды. Их даже если прочитывать, вот она выглядит вот таким образом, да, прочитывать не надо, советует Михаил Васильевич, значит, но некоторые моменты из этого дела, ну, можно пересказать чуть-чуть. Читать не будем, пересказывать будет. Пересказать так длиннее. Пересказать так длиннее или короче. Так короче будет. Значит, например, когда мы приступаем к включению нового коллективного договора, первое, что нам нужно сделать, это на базе вот нашей подготовительной работы, которую мы постоянно ведем, составить новый проект. И мы в обязательном порядке этот проект составляем, мы его публикуем в таком количестве, чтобы у каждого работника он был. То же самое, как вот данный коллективный договор, он публикуется в таком объеме, чтобы он был у каждого работника. Работодателю мы тоже его обязательно передаем, да. И есть еще возможность сказать нашим коллегам по профсоюзной работе коллективный договор, не хотите ли вы этим делом воспользоваться, и дайте нам, пожалуйста, свой коллективный договор, мы с удовольствием на вашем примере поучимся. Значит, и далее, все это направлено к тому, чтобы привлекать к заключению коллективного договора работников активно, массовым образом. То есть, с одной стороны мы снимаем такие вопросы, вот когда прежде бывало такое, работник говорит, да я не знаком, меня там не привлекали. И часть из этих вот людей, которые так говорят, они как бы вот прикрывают свое неучастие в этой работе, да. А если работник получил, если ему обеспечена возможность участия в заключении коллективного договора, то потом, после того, как он захочет сказать какие-то там свои соображения по этому поводу, всегда можно будет ему возразить, что тебе была обеспечена возможность, куда ты там смотрел и так далее и тому подобное. Значит, и поскольку сам по себе текст коллективного договора, то, что в нем содержится, оно интересует работника, значит, он принимает в этом участие. Все наши коллективные трудовые споры, которые проводились, да, значит, даже тогда, когда они проводились, как говорилось здесь, вот заработная плата, очень важный момент, да, даже тогда, когда проводились по достижению уровня определенного повышения заработной платы, это все-таки было менее организовано, чем тогда, когда мы проводили коллективные трудовые споры по заключению коллективного договора, то есть коллектив сплачивается, идет одновременное обучение, привлечение и вот это вот постоянная поддержка коллектива, что нам этот коллективный договор нужен и мы готовы за него побороться вплоть до проведения там коллективных действий и даже забастовки, потому что при забастовке естественно работники в заработной плате теряют, там через некоторое время начинается на ТИО, ну и так далее и тому подобное, но вот наиболее стойкие, только проведенная линия, четко значит проведенная работа с активным участием работников, она ведется тогда, когда речь идет о заключении коллективного или перезаключении или внесении дополнения в коллективный договор, поэтому вот это вот может быть даже наиболее важное значение самого коллективного договора, это обучение работников коллективным действиям, солидарным действиям, то мы можем еще сделать вот в рамках организации работников на предприятии. Иван Михайлович, пожалуйста. Иван Михайлович, извиняюсь, по поводу, извиняюсь за выражение ЕПО. ЕПО. И положим такая ситуация, на предприятии 500 работников, из них где-то 20 достаточно активных, готовых создать профсоюз. Вот они могут создать один профсоюз и собирать доверенности с других работников больше 50 процентов, чтобы заключить колдоговор. А могут, как я понял, создать два профсоюза по 10 человек, из этих двух профсоюзов создать ЕПО, и тогда снять эту проблему? Нет, проблема полностью, она все равно не снимется. Ну потому что, конечно, подпор от коллектива должен быть. Это понятно. Но с точки зрения законодательства, юридически, значит, если мы создали вот этот единый представительный орган работников, то мы имеем право направлять работодателю извещения о проведении переговоров. Тем не менее, надо все время не забывать, право – право. Но если работодатель видит, что за вами работники не идут, не стоят, то он и о ЕПО может опратить. Понятно. Но это ему уже сделать сложнее. Потому что, если вы создали ЕПО, вышли, определенная часть работников, никогда все 100% работников профсоюз не поддерживают, какая-то часть все равно пытается увидеть. А на первых порах, чаще всего, где-то треть, в лучшем случае, активно участвует в этом деле. Но, если треть участвует, то работодателю это достаточно уже. То есть, он уже пойдет с вами на переговоры и на согласование. А поскольку у вас есть еще и поддержка законодательная, чем она законодательная? Если вы, как отдельный маленький профсоюз, куда-то обратитесь, в прокуратуру, в суды и так далее, вам скажут, что вы, собственно говоря, никакими правами не обладаете, а тут… Что такое суд? Суд рассматривает вопросы формально. Да? Значит, если ваше право есть и оно нарушено, а мы знаем, что судам рекомендовано в отношении работников, если есть возможность принять решение положительное в отношении работников, целесообразно принимать в отношении работников. Почему? Почему? Государственная политика, и она правильная. Да? Значит, если идет… Мы же не знаем, что там за волнение идет у работников, да? Если мы их будем давить, 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 это все равно когда-то взорвется, и тут государство полетит в тартарары. Пусть лучше этот конкретный работодатель там отвечает за своих этих работников и все. Да, у них правы есть и все. Поняли? Поняли? Иди, разговаривай, уговаривай. Ну, на таком уровне. Так, еще вопросы пять. Пят, погодите. Я тут других, пожалуйста. Значит, вот по поводу… Ну, сейчас. По поводу стоимости рабочей силы, она была посчитана в 2007 году, и была там цифра 207 тысяч вроде бы. Вот сейчас вы все этой цифрой манипулируете или уже вы учитываете инфляцию? Ну, конечно, инфляция. А сейчас какой уровень? Мы не считали просто… У нас в графике, да, это посчитано. У нас не считали, но в графике нас посчитано. Не, ну, как мы считали, мы не считали для того, чтобы это, да, запомнить каждый раз там, эта цифра-то… А в графике она стоит четко. То есть, там рассчитано так. Там, если помните наш график, да? Ну, понятно. Там идет график и инфляции, мы же не знаем, какая будет инфляция, мы ее приблизительно ставим. Ну, понятно. И с учетом инфляции… То есть, инфляцию вы учитываете? Конечно, конечно, конечно. Пожалуйста. Эгида такая есть. Контач, да. Неплохая организация. Петербургская эгида. Они там… В Петроградской стороне не находятся, да? Да, они находятся на Петроградской стороне. Вот я к ним приехал, не вы. Ни шубы, ни шубы, ни собираемся… Вопрос какой у вас? Вопрос в чем? Помощь на них оказывают или нет? Они оказывают помощь тем профсоюзам, с которыми они сотрудничают. Тем профсоюзам. Да. И… Именно так. И тем работникам этих данных профсоюзов, в отношении которых… А как они будут существовать? А профсоюзы перечисляют им определенные деньги. То есть, если у нас возникает какой-то вопрос, но тогда для работника это бесплатно. Вы приходите со стороны, как просто гражданин, идите в юридическую службу, и вы получите там, ну, это самое, 20% от суммы там, в лучшем случае, да? От выигранной суммы. И гиды этого не требуют, естественно. Ну, вы придете в частную какую-то контору, да, в которой вы хотите… Это не было договора. Это не было договора. Государство политически проводит. Государство – это самое… Защищать отдельных… Защищать отдельных работ… Защищать отдельных работников, не объединенных в профсоюз, самое неблагодарное занятие. Так, еще вопрос, пожалуйста. Хватит на меня. Вот, пожалуйста. Как не парадоксально, просто. Выступление готовьтесь. В отличие от официальных профсоюзов, представители администрации, работодатели не входят в профсоюз. Само собой не входят. Ну, все нет вопросов. Последний вопрос и переходим к выступлению. Давайте я более точно тогда отвечу на Ваши вопросы. У нас в профсоюзе есть секции. Секция докеров механизаторов, секция рабочих и секция работников, секция рабочих механизации, тех, кто не участвует в непосредственном процессе, но обеспечивает его. Ремонт техники, наладка и так далее и тому подобное. Тальманы, которые входят в учетчики груза, и секция работников, обеспечивающих службу. Постдвор ими и администрация наша, милая. Хочешь, товарищ администратор, и можешь состоять в этой секции. Но принимать решение мы будем так, как решить секция докеров. Они могут входить, но они с правами, пожалуйста. Но приоритетным правом является право основных коренных рабочих. И они практику имеют такую, наши милые дорогие администраторы, и они это очень хорошо знают, что работники, когда повышают себе заработную плату, они не забывают своих руководителей. Это наоборот бывает, когда руководители начинают пытаться забывать работать. Классификатор-то весь. Классификатор для этого и существует у нас, да? Для чего? Вот говорят, что надо, чтобы не больше шести этих самых, чем в шесть раз отличалась заработная плата работников и низкой квалификации от руководителей, да? Не больше восьми. Не больше восьми? Прекрасно. Открываем классификатор. Это ж не зарплата. А чего, Александр Васильевич? Это тариф. Это зарплата. Это тариф. Это зарплата. По соотношению это чистая зарплата. По соотношению это чистая зарплата. Ну все, что вы дополнительно, все равно это соотношение зарплаты. А бонусы? Какие бонусы? Здесь бонусы ни при чем, здесь нет этих… Вот они здесь не прописаны, но они же есть руководители. Бонусы есть у трех-четырех руководящих работников. Все. Вся остальная администрация никаких бонусов не получает. У них жаба задушит. Они повесятся там от того, если они будут платить бонусы этому самому начальнику экономического отдела, застрелятся, когда вы ему скажете платите туда бонусы. Значит коэффициент, вот последний, последний последний классификатор, по которому я говорил, значит действует с 1 октября 2009 года. Значит коэффициент генерального директора, тут бонусы имеют, да. Но тем не менее коэффициент генерального директора 3,98. 4. 4. Ну 4. Ну 4. Ну не 8. Глобаки. 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 Так еще вопрос. Хватит достать. У докера? У докера коэффициент 2,99, то есть 3. Разные же докеры бывают. Там же по разрядам всякие. Докеры по разрядам? Нет. Ну это дополнительно, это классность еще. Ну и что? Ну и что? Это еще выше надо было. То есть коэффициент их не учитывается что ли? Здесь нет. Здесь не учитывается. Не, если вы хотите сказать, что есть разные докеры, да, то я могу ответить, что да, у докера первого класса коэффициент еще ближе к генеральному. Ну не дальше, а ближе. Так, ну что достаточно вопросов, да? Давайте переходим к выступлениям, желающим выступить. При них. Пожалуйста. Я хочу, дорогие товарищи, сказать, что мы имеем мигальных возможностей спасут Штатина Васильевича, потому что он, я думаю, в плане организации, как он сделал договорной работы, обобщение вообще всей практики, которая есть в самой и худшей, потому что есть коллективные договора, с ним устекаются, собираются в течение. Вот эта книжечка, которую показывал Штатин Васильевич, она, вальная, то есть это два, действующих коллективных договора. Это книга, в которой надо предполагать еще проект Алексеевного договора, где все параметры вышли. Это то, о чем говорил Константин Васильевич. Это уже результат, компромисс, это компромисс, который достигнут. Вот это вот. А не то, с чем вылезают на Алексеевного договора. У нас все есть горячие люди, которые хотят идти на переговоры и ничего не имеют за собой, за душой. Вот. И я хочу сказать, что люди, которые у нас делают коллективные договоры сегодня в России, они пользуют сайт фонда рабочего договора, выкинуть оттуда два кирпичаторов, выкинуть и упоминание, которые к ним не относятся. И выяснилось уже, что этот договор, по которому он является единичным, поскольку он относится к конкретному предприятию, но живым, он содержит в себе особенное, то, что относится к общей целым отраслям, и общее, которое относится ко всем. И, например, на его основе Шишкарев сделал коллективный договор ЗИЛА, там у них там члены профсоюза было, вручил это в НПР, и те пошли и подписали, в том числе и согласование с профсоюзом. Главное, вот о чем сегодня говорилось. После этого приехали докеры и говорят, ну, ребята, теперь мы тут бились, знаешь, годами, десятилетиями, эти, значит, раз и подписали. А чем лень было? Мы подмахнули. И теперь, говорит, не важно, что у вас там написано, раз без вас ничего вообще нельзя ни один локальный нормативный акт выпустить, значит, вы все ниже не допустите, а все лучше, пожалуйста. То есть, это, конечно, уникальный случай. Ну, и если посмотреть вот этот том, который держал в руках Константин Васильевич, то просто подписан коллективный договор. Каждое приложение, за каждое приложение моих 30 с лишним стоят коллективные переговоры. Я уже не говорю о том, что некоторые ежегодные, что только коллективные переговоры. По каждому была дискуссия, по каждому рассеялся компромисс, и каждый выдвинул, каждый поднял планку по сравнению с законодательством на большую величину, поскольку не может в коллективном договоре добиться то, что хуже, чем в законе. Поэтому это уникальнейшее явление. Ну, и если была бы моя воля, я бы, как говорится, заставил бы людей сидеть, изучать и, так сказать, экзамены сдавать, потому что это то, что должны знать все, которые претендуют на какую бы то ни было организаторскую работу с рабочими и так далее. Иначе это или там на будущее управление народным хозяйством, работа в госплане, правительстве, захват власти и прочее, прочее, прочее. Потому что люди, которые этой школы не прошли, могут остаться пустыми болтунами. А люди, которые эту школу прошли, они могут работать в любом органе советской власти в перспективе при, так сказать, совершении социалистической революции. Поэтому некоторые отворачивают лицо и говорят, ну, это экономическая борьба. И это борьба. И это борьба, на самом деле, и политическая. Потому что когда на основе этих колдоговоров развернулась борьба за трудовой кодекс, эта борьба была с государством, с правительством, в ходе которой правительственный проект был низвергнут, и потом прошел компромиссный, комиссионный. Так что это была острейшая политическая борьба, в которой участвовали все передовые профсоюзы и поддерживали все, так сказать, политические партии. Например, КПРФ поддерживала, за месяц еще не поддерживала до голосования в Думе, а уже конец, когда вопрос стоял, или ты за единую Россию здесь, или ты за проект Фонда Рабочей Академии. Проголосовали за проект Фонда Рабочей Академии, а Жириновскому дали палкой по голове, когда он проходил, через митинг около Думы, и после этого он против не проголосовал. А один человек – «Россия». Я хочу сказать, что это большое дело, и хотел бы поблагодарить Констанину Васильевичу за интересный такой доклад. Пожалуйста, Иван Михайлович. Иван Васильевич, вы в ходе своего выступления срались на Ленина, говорили о том, что нужно, вот партия, без партии больших задач не решишь, без каких-то задач, без каких-то действий во всероссийском масштабе. Вот выше в последнее время две газеты. «Рабочее дело» с материалами из «Рабочей партии пропадем» и «Народное право», так и в частности материалы последнего российского комитета рабочих, на котором, кстати, из докеров никого не было. Вот скажите пожалуйста, Владимир Ильич неоднократно писал, что газеты – это вообще главный инструмент в политической борьбе. Крикный организатор и так далее. – Абсолютно верно. – Вот сколько газет «Народное право» из «Рабочей дерево» распространено в бригадах первого контейнерного тренера. – Так это вопрос или допрос? – Имею право задать вопрос в ходе выступления. – Ну и тех и других, если я не ошибаюсь, до трехсот. – До трехсот? – Да. – Ну я не считал, собственно говоря. – Ну около трехсот. – Ну около трехсот, да. – А сколько работников на ПКТ? – Всего работников на ПКТ 800. – Тут достаточно, да? – Я думаю, надо поблагодарить Костена Васильевича. – Спасибо за участие. – Следующее занятие в четверг. – Пусть можно.